Пожар в центре Петрозаводска есть жертвы. Трагедия на уроке у школьницы остановила сердце. Берегите ваши головы, в Петрозаводске сбивают сосульки. В эфире новости на телеканале Ника+. В студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Трагедией обернулась минувшая ночь для жителей дома номер 18 по улице Анохина. В час ночи одна из квартир в четырехэтажке загорелась. Пожар мгновенно перекинулся на соседние квартиры. Пожарные эвакуировали 30 человек. По словам очевидцев, люди стояли в окнах и на балконах и звали на помощь. Один человек погиб. Нижние квартиры и подъезд выгорели почти полностью. Мгновенному распространению пламени помогли деревянные перекрытия дома. Пожар начался около часа ночи. Сильный дым в подъезде отрезал пути выхода. Люди выбирались через окна и балконы. Мы только дверь открыли, в подъезд было вообще уже не зайти. Полностью сплошной туман. У меня внук маленький, внучка. Мы сразу их стали одевать, закутали, вызвали пожарных. И на балкон стояли, ждали их. Вот кот бедный погиб. Жалко, прям так кота так. Детей с окон, детей с балконов снимали, хорошо еще одетых. А бабуль вынули вот прямо из кровати в одеяле. Они вот только чулки. Они голые, чулки и тоненькие вот эти халатики. Вы представляете, я же их знаю эти бабуль. За руку держу, Галя говорит, что... Я говорю, Галочка, как? Ничего, ничего, Галочка, держись. Так вот ее туда дотащили. Одна скорая не могла двоих увезти. Пока вторая скорая подошла, мы в одеяло завернули, держала ее голову. По предварительной версии, очаг возгорания возник в квартире на первом этаже. Со слов соседей, хозяйка злоупотребляла алкоголем. Очередное застолье закончилось трагедией. Женщина погибла. Пожару была присвоена повышенная степень сложности. Ночью здесь работало 9 единиц специальной техники и 27 человек личного состава. В результате проведенной операции было спасено 30 человек. 23 человека из них с помощью автолестницы. Трехколебные лестницы. Остальные были выведены по лестничным маршам с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания. Сейчас большинство погорельцев чувствует себя нормально, не считая, конечно, состояния шока, в котором пребывают люди. В больницу ночью уехало трое. Медицинская помощь оказана семи пострадавшим. Дополнительно привлекались машины скорой помощи. В стационар госпитализированы три пациента. Состояние их средней тяжести. 70-летняя Инесса Григорьевна пережила свой первый пожар в жизни. С четвертого этажа пенсионерку бережно спускали трое пожарных. Осознание произошедшего приходит только сейчас. Это трагедия для людей, для, для, вообще для, ну, сами понимаете, имущество людей, у людей сгорает. Ну, главное, сами целые остались? Да. Сама. Дети у меня целые. Все в порядке. Дети. Сумма ущерба еще не посчитана. Причины не установлены. По факту ведется проверка. В мэрии сообщают, что погорельцам будет оказана финансовая помощь. Марина Кабатюк, Александр Борисов, телеканал НИКО+. И сегодня стало известно, что один из телефонов экстренных служб города не работает. Петрозаводская полиция недоступна по телефону 02. Как рассказали в Министерстве внутренних дел, работы по восстановлению телефонной связи с дежурной частью ведутся. На данный момент звонки о преступлениях и происшествиях принимаются по телефонам городских отделов полиции или по номеру экстренного вызова 112. У петрозаводской школьницы на уроке физкультуры остановилось сердце. Девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава, пациентка находится в отделении интенсивной терапии. Я могу сказать, что, к сожалению, сегодня произошел этот трагический случай с ребенком. Когда произошло обморочное состояние у ребенка на уроке физкультуры. В школе сразу была вызвана машина скорой помощи, которая в течение 8 минут уже прибыла на место и продолжила проведение реанимационных мероприятий ребенку. Был дополнительно вызван реанимобиль, который прибыл через 5 минут с момента вызова. И уже ребенок был транспортирован в детскую республиканскую больницу, где, я уже сказала, находится по настоящее время. Безусловно, первая помощь ей была оказана преподавателям физической культуры в школе. Состояние ребенка крайне тяжелое в настоящее время. Врачами предпринимаются все необходимые диагностические действия, а также необходимые лечебные мероприятия. Сейчас главное – это сохранить жизнь ребенку. Жители поселка Кончезера жалуются на холод в своих квартирах. В поселковой котельной отказали несколько котлов. Аварийная ситуация стала причиной резкого понижения температуры в некоторых квартирах жителей Кончезера. На старой котельной в Кончезере вышли из строя два водогрейных котла из пяти. Авария произошла вчера ночью. Температурные параметры были снижены в квартирах жителей поселка похолодало. На данный момент, по словам местных чиновников, работа котлов восстановлена. Старая котельная в поселке изношена на 60% с 2009 года. В поселке ждут введения в строй новой газовой котельной. Ее здание уже построено, но газ к ней до сих пор не подведен. Газпром по ряду причин объективно-субъективных не выполнил. За провод, соответственно, эту котельную мы подключить не можем. Котельная в сегодняшний день готова. К сожалению, я уже сказал, что газа не будет однозначно в этом году в отопительном сезоне. Наши задачи продвижаться любой ценой. Нежилое здание в центре Петрозаводска таинственным образом превратилось в элитный коттедж. Произошло это под самым носом у мэрии города. В историческом квартале собирались построить дом природы. Что-то вроде музея. А теперь продают там квартиры. Здесь, как обычно, все по закону. Земля и двухэтажный дом в собственности. По словам представителей мэрии, документы в порядке. О том, что владелец его имя в администрации не называют, на самом деле собирался строить здесь жилой дом, никто якобы не догадывался. У чиновников подозрения были, но они так и остались на уровне догадок. Все стало понятно, когда некоторое время назад владелец здания обратился в мэрию с неожиданной просьбой. Застройщик обращался в наш адрес с просьбой перевести данные помещения из нежилого, из разряда нежилых в жилое, на что был получен им отказ, поскольку в нежилом здании жилые помещения как-то не очень коррелируют друг с дружкой. То, что сейчас застройщик продает имущество в виде квартир, я не могу прокомментировать, потому что я запросил выписки в Росреестре зарегистрированной или права собственности на квартиру, но пока они, к сожалению, не получили, не получили мы их еще. И прокомментировать эту ситуацию я никак не могу. По словам чиновников администрации города, чтобы сделать из этого здания жилой дом, нужно его прежде всего реконструировать и переоформить. Иначе здесь не прописаться, а за коммуналку придется платить по максимуму. К слову, если позвонить по указанному телефону, факт продаж квартир вам подтвердят. Однако прямо сейчас ничего не продадут, потому как пока нет пакета необходимых документов. В этой истории ясно одно. С нашим дырявым законодательством и, видимо, неплохими связями строить в городе можно что угодно и где угодно. Участников единого госэкзамена проверят при помощи металлоискателей. Аудитории снабдят системами видеонаблюдения. Также чиновники от образования обещают договориться с владельцами социальных сетей, чтобы те блокировали доступ к вброшенным в интернет готовым решениям ЕГЭ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разработала меры по совершенствованию проведения единого государственного экзамена в нынешнем году. Все изменения касаются мер контроля. Это самое слабое звено во всей процедуре проведения ЕГЭ. Известно, что интернет и современные гаджеты стали главными союзниками нынешних списывальщиков. Готовые материалы заданий ЕГЭ со скоростью света появлялись в сети. Отныне. Мобильник на экзамене нельзя не только использовать, но и в принципе иметь при себе. Участников ЕГЭ проверят с помощью металлоискателя. Контролировать школьников будут в коридорах и экзаменационных классах. Там предполагается установить системы видеонаблюдения, которые будут записывать процесс проведения экзамена. Видеонаблюдение по задумке должно обезоружить желающих незаметно списать. В этом году сократится срок доставки контрольных измерительных материалов в регионы. Поступать в республику они будут ровно за одни сутки до начала экзамена. А еще материалы ЕГЭ станут разнообразнее. Для каждого часового пояса будут разработаны свои уникальные варианты заданий. И, наконец, надзорный орган в сфере образования заключил договоренности с представителями социальных сетей. Сайты, блоги и группы, размещающие в интернете ответы на ЕГЭ, будут мониторить и блокировать. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Туда не ходи, сюда ходи. Совет актуальный теперь и для петрозаводчан. Берегите голову. В городе начали чистить крыши. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то с ним башка попадет. Совсем мертвый будет. Альпинисты? Да, альпинисты. Страшно им? Не знаю, наверное, нет. А у вас какая функция? У нас функция, чтобы не попал снег прохожим. Очередных участников фестиваля «Воздух-2014» объявят до конца января. Ну а пока наша традиционная рубрика «Воздух, как это было». Сегодня вашему вниманию мы предлагаем фрагменты выступления легендарной группы «Разные люди». Стояло жаркое лето, Где пять копеек монеты, И СССР, как планета, И в тихаре сигареты. Визита пишет, что где-то. Кино в студии Дефа. Ты проскользнешь без пилета. И гайками дихо. И снова суперпризалы. Убираешься каллисталы. Совсем вернулся из золы. Совсем рукой на листалы. Как эти суперпризалы. И чингальчику катакалы. Уморчатся каллисталы. И он снова зажжет потухшую сигарету И, уходя, смущаясь, бросит Гудбай. А на полночной кухне Холодный свет Одинокой звезды. На нашем кассетнике Кончилась пленка. Смотай! Но пусть сегодня Никто не умрет. Пусть это день Для радостных глаз. Пусть сегодня Никто не умрет. Господи Ты слышишь нас? В Петрозаводск приедет финалистка проекта «Голос». Певица Наргиз Закирова 10 марта выступит в Карельской столице. Она обратила на себя внимание с первого дня появления на проекте «Голос». Неординарная внешность и голос, который по-настоящему поразил членов жюри телевизионного шоу. Наргиз Закирова Наргиз Закирова родилась в Ташкенте в известной в Узбекистане музыкальной семье. Она впервые вышла на сцену в 4 года. В 2013 прошла 3 этапа отбора на популярное американское шоу «Х-фактор». Однако позже сделала выбор в пользу российского проекта «Голос», где заняла в итоге второе место. 10 марта. Наргиз Закирова в Петрозаводске билеты уже в продаже. Организаторы советуют поторопиться с их приобретением. Ведь количество желающих посетить концерт будет явно больше, чем мест в ДК «Машиностроитель». Вы смотрели новости на телеканале «Ника плюс». В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин